Англия и Великобритания это одно и то же? Нет, это не одно и то же, хотя они часто используются взаимозаменяемо, что может привести к путанице. Великобритания это остров, расположенный в северной части Атлантического океана. Это самый большой остров на Британских островах. Он состоит из трех стран Англии, Шотландии и Уэльса. Англия с одной стороны является страной, которая является частью Соединенного Королевства, наряду с Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией. Столица Англии Лондон, Шотландии Эдинбург, Уэльса Кардифф, а Северной Ирландии Белфас. Таким образом, в то время как Англия это страна, расположенная в пределах Великобритании, Великобритания относится ко всему острову, который включает Англию, Шотландию и Уэльс. Термин «великий» отличает его от меньшего региона Британь во Франции. Таким образом, Великобритания является географическим термином и не включает Северную Ирландию, которая является частью Соединенного Королевства. Соединенное Королевство, с другой стороны, относится к Северному государству, которое включает Великобританию и Северную Ирландию. Это политическое и административное образование. Подводя итог, Великобритания относится к географической области, а Соединенное Королевство относится к стране, которая включает в себя несколько географических областей, включая Великобританию и Северную Ирландию. Немного запутано, но с десятого раза, поверьте, разобраться можно. В этом выпуске разбираем все, что вам необходимо знать о Соединенном Королевстве и Великобритании вместе взятые, чтобы иметь представление об этой стране. Или странах. И прежде чем мы приступим, подпишитесь на два моих канала. Смапс Эдюкейшн и Егор Еремеев о зарубежном образовании и фактах о городах и странах. Напишите в комментариях, как вам подобный формат видеоролика и о какой стране вы бы хотели видеть следующий разбор. И также есть в Инстаграме и Телеграме, где каждый день публикую полезную инфу, которой нет на Ютюбе. Поэтому также very welcome. География. Соединенное Королевство – суверенное государство, расположенное на северо-западе Европы. И как мы уже выяснили, состоит оно из четырех стран. Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Общая площадь около 243 тысяч квадратных километров. И население около 68 миллионов человек. Рельеф в Великобритании включает в себя горы, холмы, долины, реки и прибрежные равнины. Самая высокая вершина в Великобритании – Бен-Невис, расположенная в Шотландии и имеет высоту 1345 метров. В Великобритании умеренный морской климат с умеренными температурами и обильными осадками в течение всего года. Погода может быть довольно переменчивой. С солнечными периодами и ливневыми дождями, которые часто чередуются в течение дня. Некоторые из крупных рек в Великобритании включают Темзу, Северн и Тайн. Река Темза – самая длинная река в Англии, простирающаяся на 346 километров или 215 миль. От истоков Котсволдсе до Северного моря. В Великобритании есть ряд важных городов. Лондон – столица, Эдинбург, Кардифф и Белфаст. Лондон – крупнейший город Великобритании и один из самых густонаселенных городов Европы. С населением около 9 миллионов человек, плюс приезжих. Великобритания окружена водой. С Ла-Маншем на юге, Северным морем на востоке и Ирландским морем и Атлантическим океаном на западе. Великобритания и Северная Ирландия также включают в себя ряд более мелких островов, таких как остров Уайт, остров Мэн и гибриды. Регионы. Соединенная Королевство состоит из четырех стран. Англии, Шотландии, Уэльси и Северной Ирландии. Каждая из этих стран имеет свою собственную географию, историю, культуру и самобытность. В дополнение к четырем странам в состав Соединенного Королевства также входит несколько небольших островов, таких как остров Мэн и Нормандские острова. Внутри каждой страны есть несколько регионов или административных единиц, которые имеют свои отличительные особенности. Например, в Англии есть 9 официальных регионов. Восток Англии, Лондон, Мидлендс, Северо-Восток, Северо-Запад, Юго-Восток, Юго-Запад, Йоркшир и Хэмбер, Ист Мидлендс. В Шотландии есть 32 муниципальных района, которые аналогичны округам, а в Уэльсе есть 22 унитарных органов власти, которые аналогичны районам местного самоуправления. В Северной Ирландии насчитывается 11 округов. Природа Великобритании. Великобритания является домом для самых разнообразных природных ландшафтов, начиная от скалистых гор и широких вересковых пустоши, и заканчивая спокойными реками и холмистой местностью. Вот некоторые из наиболее примечательных природных особенностей Великобритании. Озерный край или Lake District расположен на северо-западе Англии, представляет собой потрясающе красивый регион с высокими пиками и мерцающими озерами. Шотландская Нагорья, The Scottish Highlands, суровая и отдаленная является домом для некоторых из самых захватывающих пейзажей Великобритании, включая высокие горы, глубокие ущелья и каскадные водопады. Здесь находится самая высокая точка Великобритании, гора Бен-Нерис, высота 1345 метров. Сноудония. В этом суровом национальном парке Уэльси возвышается гора Сноудон, самая высокая вершина в Англии и Уэльсе, и она славится своими впечатляющими пейзажами и сложными пешеходными тропами. Юркское побережье. Это потрясающий участок побережья на юге Англии, славится своими утесами и скальными образованиями, возраст которых насчитывает миллионы лет и дает захватывающее представление об истории Земли. Здесь находится один из красивейших пляжей Великобритании, с видом на арку Дордл, Норфолк Бродс. Сеть водных путей и озер в Восточной Англии. Является убежищем для дикой природы и популярным местом для катания на лодках, рыбалке и наблюдения за птицами. Кэрн Гормс. Национальный парк в Шотландии. Является крупнейшим в Великобритании и является домом для разнообразных диких животных, включая благородных оленей, беркутов и зайцев-беляков. Пик Дистрикт. Расположен в самом сердце Англии. Пик Дистрикт является популярным местом для пеших прогулок, скалолазания и катания на горных велосипедах. Он известен своей суровой красотой и холмистой местностью. Остров Скай. The Isle of Skye. Потрясающе красивый остров у западного побережья Шотландии. Является домом для некоторых из самых драматических пейзажей в Великобритании, включая знаменитые горы Куэлен и сказочные бассейны Fairy Pools. Конечно, это лишь некоторые примеры множества красивейших и разнообразных природных ландшафтов, но они определенно формируют впечатление о природных достопримечательностях, которые можно найти по всему Соединенному Королевству. Энергия в Соединенном Королевстве. Энергия играет решающую роль в экономике Великобритании, поскольку она необходима для питания домов, предприятий и промышленности. Соединенное Королевство имеет разнообразный набор источников энергии, включая ископаемое топливо, ядерную энергию и возобновляемые источники энергетики. Ископаемые виды топлива, включая нефть, уголь и природный газ, исторически были важным источником энергии в Соединенном Королевстве. Однако правительство стремится уменьшить зависимость страны от этих невозобновляемых источников энергии и перейти к более устойчивой энергетической системе. Для этого Соединенное Королевство поставило амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению использования возобновляемых источников энергии. Правительственная стратегия чистого роста направлена на сокращение выбросов не менее чем на 80% к 2050 году по сравнению с уровнем 1990 года. Возобновляемая энергия становится все более важной частью энергетического баланса Великобритании. При этом энергия ветра, солнечная энергия и биомасса вносят свой вклад в производство энергии в стране. Великобритания является одним из крупнейших в мире производителей офшорной ветроэнергетики и правительство поставило цель к 2030 году достичь 40 гигаватт офшорной ветроэнергетики. Помимо возобновляемых источников энергии, ядерная энергетика также является важной частью энергетического баланса Великобритании, поскольку в стране работает несколько атомных электростанций. В Великобритании также существует ряд энергетических политик и инициатив, направленных на повышение энергоэффективности и сокращение потребления энергии. В целом энергетическая система Великобритании переживает значительный переход к более устойчивому и низкоуглеродному будущему, что обусловлено необходимостью решения проблемы изменения климата и снижения зависимости от ископаемого топлива. Несмотря на то, что еще предстоит решить проблемы, такие как обеспечение безопасности энергоснабжения, страна продвигается к созданию более устойчивой энергетической системы. Переработка отходов. В последние годы Великобритания добилась значительного прогресса в повышении уровня утилизации, и в настоящее время национальный уровень переработки составляет около 45%. Переработка в Соединенном Королевстве является важным аспектом управления отходами и активно поощряется правительством и местными властями. В Соединенном Королевстве можно перерабатывать различные материалы, в том числе бумагу и картон, стекло, пластик, металл и электротехнические изделия. Местные власти предоставляют домохозяйствам мусорные баки или мешки для разделения материалов, пригодных для вторичной переработки, и многие из них ввели раздельный сбор пищевых и садовых отходов. В дополнение к бытовой переработке существуют также предприятия по переработке, доступные для компаний и промышленности, и правительство Великобритании представило различные инициативы, чтобы побудить компании сокращать свои отходы и активизировать свои усилия по переработке. Но несмотря на все это, в Соединенном Королевстве по-прежнему остается значительное количество отходов, которые не перерабатываются. Правительство стремится сократить количество неперерабатываемых отходов и повысить уровень переработки, и поставило цель к 2035 году перерабатывать 65% бытовых отходов. Для достижения этой цели правительство Соединенного Королевства ввело различные меры, такие как введение схемы возврата залога за пластиковые бутылки и запрет на использование одноразового пластика. Правительство также предоставляет финансирование для исследования новых технологий переработки и инициатив, направленных на повышение осведомленности общественности о важности переработки. Туризм. Туризм является важной отраслью в Соединенном Королевстве, которую ежегодно посещают миллионы туристов со всего мира. Соединенное Королевство является домом для многих популярных достопримечательностей, в том числе исторических мест, культурных достопримечательностей, природных пейзажей и современных городов. Лондон является одним из самых посещаемых городов мира и Соединенного Королевства. Его знаменитые достопримечательности, такие как Букингевский дворец, лондонский тауэр и британский музей, ежегодно привлекают миллионы посетителей. Среди других популярных направлений Эдинбург с его историческим замком и живописными видами, а также Ливерпуль, родина Дев Битлз и множество музеев и галерей. Соединенное Королевство также имеет процветающую индустрию туризма в своих сельских и прибрежных районах, таких, например, как Козерный край, о котором я упомянул ранее, Котсволдс и Корнволд. Они также привлекают посетителей, которые любят активный отдых, прогулки по живописным местам и причудливые деревни. В дополнение к традиционному туризму, Соединенное Королевство также является популярным местом для деловых поездок и проведения мероприятий, поскольку по всей стране расположены крупные конференц-центры и места для проведения масштабных событий. Индустрия туризма в Соединенном Королевстве вносит значительный вклад в экономику, принося миллиарды фунтов стерлингов дохода и поддерживая сотни тысяч рабочих мест. Правительство поддерживает отрасль с помощью таких инициатив, как маркетинговые компании по привлечению посетителей, инвестиции в инфраструктуру и транспорт, а также оказание поддержки предприятиям в этом секторе. Экономика. Соединенное Королевство имеет смешанную экономику, которая характеризуется как частным предпринимательством, так и вмешательством государства. Это пятое по величине экономика в мире по номинальному ВВП и второе по величине в Европе после Германии. Экономика Соединенного Королевства основана на различных отраслях, включая услуги производства и строительства. Сектор услуг вносит наибольший вклад в ВВП Великобритании. На его долю приходится около 80% от общего объема. В этом секторе финансовые и деловые услуги, розничная торговля и гостиничный бизнес являются одними из наиболее значительных подсекторов. Производственный сектор в Великобритании также имеет большое значение. Особенно в таких областях, как аэрокосмическая, автомобильная и фармацевтическая промышленность. Соединенное Королевство также известно своими творческими отраслями, включая кино, телевидение, музыку, которые способствуют культурному и экономическому процветанию. Политика. Соединенное Королевство является конституционной монархией с парламентской демократией. Главой государства является монарх. Правительство возглавляет премьер-министр, который в свою очередь назначается монархом после всеобщих выборов и возглавляет политическую партию с большинством в Палате Общин, Нижней Палате Парламента Соединенного Королевства. Парламент является двухпалатным законодательным органом, состоящим из Палаты Общин и Палаты Лордов. Члены Палаты Общин избираются народом на всеобщих выборах, которые проводятся не реже одного раза в пять лет. Палата Лордов состоит из назначаемых и наследственных членов, но ее полномочия ограничены, и она служит в основном в качестве Палаты по пересмотру законов, принятых Палатой Общин. В политическом ландшафте Соединенного Королевства доминируют две основные партии – Консервативная партия и Лейбористская партия. Консервативная партия, которая в настоящее время находится у власти, обычно считается правоцентристской и поддерживает рыночную экономику и ограниченное вмешательство государства в экономику. Лейбористская партия, которая является основной оппозиционной партией, обычно считается левоцентристской и поддерживает более интервенционистскую роль правительства в экономике. В дополнение к этим двум основным партиям есть несколько более мелких партий, представленных в парламенте, включая Шотландскую национальную партию СНП, Либерал Демократов, Демократическую юнионистскую партию ДЮП и Шин Фейн. СНП – левоцентристская партия, выступающая за независимость Шотландии, а Либерал Демократы – левоцентристская партия, поддерживающая социальный либерализм и твердую приверженность защиты окружающей среды. А Шин Фейн – левая партия, стремящаяся к объединению Ирландии. В Соединенном Королевстве существует делегированная система правления с отдельными парламентами или ассамблеями в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. Эти делегированные органы имеют разную степень автономии от центрального правительства Соединенного Королевства. При этом шотландский парламент обладает самыми широкими полномочиями – миграция. Миграция в Соединенное Королевство относится к перемещению людей из одной страны в Соединенное Королевство по разным причинам, таким как работа, учеба, семья или поиск убежища. Соединенное Королевство имеет долгую историю миграции. Люди из разных уголков мира приезжали в Соединенное Королевство на протяжении веков. В последние годы миграция была спорным вопросом, а дебаты были сосредоточены на влиянии миграции на экономику, общество и культуру. Правительство Соединенного Королевства внедрило различные политики для регулирования миграции, такие как визовые требования, системы начисления баллов и ограничения на количество мигрантов. Brexit также оказал значительное влияние на миграцию в Соединенное Королевство, когда Соединенное Королевство вышло из ЕС и ввело новое правило и положение для мигрантов из Евросоюза. Правительство Соединенного Королевства ввело новую систему начисления баллов, которая одинаково относится к мигрантам из ЕС и из стран, не входящих в ЕС, с упором на привлечение квалифицированных рабочих. При этом мы должны понимать, что число граждан Соединенного Королевства, эмигрирующих в другие страны, в последние годы увеличилось. И в качестве факторов, способствующих этому, были названы как Brexit, так и экономическая неопределенность. Самыми популярными направлениями для иммигрантов из Соединенного Королевства являются Австралия, США, Канада, Испания и Франция. Эти страны предлагают высокое качество жизни, хорошие возможности трудоустройства для квалифицированных британцев и благоприятный климат для выхода на пенсию. Другие причины иммиграции включают поиск приключений, культурного опыта или изменение образа жизни. Иммиграция из Соединенного Королевства имеет как положительные, так и отрицательные последствия. С положительной стороны это может создавать возможности для граждан Великобритании познакомиться с новой культурой, получить новые навыки и внести свой вклад в экономику других стран. С отрицательной стороны это может привести к утечке мозгов и потере талантов, а также повлиять на экономику Великобритании и социальные службы. В целом, миграция по-прежнему остается важным спорным вопросом. И политика, и подход правительства к этому вопросу будут иметь значительное влияние на будущее страны. Люди. Большинство населения Соединенного Королевства идентифицируют себя как белые британцы. Но есть также значительные сообщества этнических меньшинств, в том числе группы чернокожих, азиатов, индийцев, пакистанцев, бангладешцев и афрокарибцев. Соединенное Королевство является домом для значительного числа эмигрантов со всего мира. Здесь существует широкий спектр религий, причем христианство является наиболее распространенной религией, за которой следуют ислам, индуизм, сикхизм и иудаизм. Также растет число людей, которые считают себя нерелигиозными или атеистами. Английский является официальным языком, но говорят здесь и на других языках, включая валийский, гельский, ирландский и шотландский. Образование в Великобритании. Делится на четыре основных этапа. Начальное, среднее, дополнительное и высшее образование. Начальное образование в Соединенном Королевстве предназначено для детей в возрасте от 4 до 11 лет. И на этом этапе все дети обязаны посещать школу. Начальное образование обычно охватывает широкий круг предметов, включая английский язык, математику, естествознание, историю, географию, искусство и физическое воспитание. Среднее образование в Соединенном Королевстве предназначено для детей в возрасте от 11 до 18 лет. И на этом этапе все дети также обязаны посещать школу. Среднее образование делится на два этапа. Ключевой этап 3, K-Stage 3, возраст от 11 до 14 лет. И ключевой этап 4, возраст 14-16 лет. В конце ключевого этапа 4 учащиеся сдают экзамены на получение общего аттестата о среднем образовании, GCSE. Который используется для определения того, могут ли они перейти к дальнейшему образованию. Дальнейшее образование или Further Education в Великобритании предназначено для учащихся старше 16 лет и включает в себя широкий спектр вариантов после среднего образования. Дальнейшее образование дает учащимся навыки и знания, необходимые для продолжения конкретной карьеры или получения высшего образования. Высшее образование в Соединенном Королевстве включает университеты и другие высшие учебные заведения. Студенты обычно учатся на степень бакалавра в течение 3 или 4 лет, а затем могут продолжить обучение на степень магистра или доктора. Система образования в Соединенном Королевстве находится под контролем Министерства образования и, как правило, считается, что оно отвечает самым высоким стандартам, поскольку многие престижные университеты и колледжи расположены по всей стране. Медицина. Медицина в Соединенном Королевстве предоставляется Национальной службой здравоохранения НХС, финансируемой государством и предоставляется бесплатно всем резидентам. НХС была создана в 1948 году и является крупнейшей в мире системой здравоохранения с единым плательщиком. В Соединенном Королевстве имеется большое количество больниц, клиник и медицинских учреждений, которые предлагают широкий спектр медицинских услуг, включая первичную помощь, специализированную помощь и неотложную помощь. Национальная служба здравоохранения финансирует исследования в области методов лечения и новых технологий. И многие важные медицинские открытия были сделаны именно здесь. Британское медицинское образование пользуется большим уважением благодаря ряду всемирно известных медицинских вузов и исследовательских институтов. Студенты-медики в Великобритании должны пройти строгую программу обучения, прежде чем они смогут заниматься медициной, включая контролируемый период практики в больнице или клинике. Великобритания является домом для многих фармацевтических и биотехнологических компаний, которые производят лекарства и медицинские устройства, используемые во всем мире. Правительство вкладывает значительные средства в медицинские исследования и разработки. А в стране процветает биотехнологическая промышленность, ориентированная на разработку новых методов лечения и технологий. Друзья, спасибо, если досмотрели до конца. Если было интересно, ставьте лайк. Если вам интересно увидеть подобный разбор о какой-либо другой стране, пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что у меня есть также канал о зарубежном образовании, где я рассказываю о возможностях учебы и работы за границей. Название канала Smaps Education. И, конечно, заходите ко мне в Telegram и Instagram. Также Smaps Education или Егор Еремеев. Жду вас там. Ежедневно я публикую полезную и интересную информацию, которая нет на YouTube. Остаемся на связи и увидимся в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok